Начинающие яхтсмены готовят самые маленькие лодочки. Ребята постарше двуместные, кадеты, олимпийский лазер, лазер-радиал И-470. Юные спортсмены настраиваются на соревнования и повторяют азы парусного спорта. Я очень переживаю, потому что все-таки первая гонка очень сложная, потому что ветер подул, ты можешь перевернуться, тебе нужно откренивать. Это то есть ставить лодку в определенное место. Несмотря на волнение, Василиса становится первой в классе оптимист. Старшие коллеги в это же время спускают на воду яхты разномастного флота. В нем и распространенные в Приморье 25-футовые лодки, внушительные от 40 футов и выше. Чемпионат Владивостока традиционно проходит в начале июля уже более 30 лет. В последние годы решили давать старт регате из-под Золотого моста. Понимаем, что капитан Порта Владивосток нас немножко поминает не злым тихим словом, но мы стараемся вести себя культурно. Но вот это мероприятие, когда старт проходит из-под моста и дальше гонка продолжается по бухте Золотой Рог и возвращается в Амурский залив, я думаю, что становится украшением. Гонка в день города получила отдельный статус и с недавних пор называется Кубок Адмирала. Она идет в зачет чемпионата Владивостока. На переходе в Амурский залив первыми в своих классах стали машина времени с капитаном Михаилом Ермаковым, статус-кво под руководством Игоря Шестерикова, импульс Константина Литвинцева. Впереди у яхтсменов еще больше стартов, сезон в самом разгаре. Павел Зайцев, Алексей Сданович, Панорама.